Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это небольшой обзор-гайд на дилфазавров The Isle of Rima. Начнем с того, что это хищник. Вес 700 кг, максимальная скорость 47 км в час, удар в ньютонах 85. Рост данного динозавра составляет от 1,5 до 2 часов. Все зависит от ваших нутриентов. Запас еды. Вы можете не есть почти целые игровые сутки в игре до полного истощения желудка, то есть ровно 50 минут. Запас воды на 35-40 минут. Запас стамины 2 минуты 50 секунд. Восстановление стамины 3 минуты 30 секунд. Прыгать не может. Лимит в пате. 4 особи. Давайте посмотрим его крики. Единичка. Двое. Тройка. Четверка. Тройка. Быстро пробежимся по его предпочитаемой еде Кабаны, пахицефалозавры, гипсилофодоны, траадоны, куры, ликушки, галемимусы, козлы и, конечно же, черепахи Дилофазавр имеет достаточно быстрые атаки укусами левой кнопкой мыши Давайте посмотрим Давайте посмотрим его альт-атаки Также вы можете нанести двойной укус через левую кнопку мыши и одновременным нажатием через альт-атаку Также Дилофазавр имеет свою интересную механику Механику яда Собственно, давайте немножко расскажу о ней Попробую объяснить, а потом покажу Итак, яд дилки работает по принципу как у траадона Но вместо трех стадий у дилки есть две стадии, которые активируются поэтапно Первая стадия достигается после первого укуса После этого у жертвы начинаются галлюцинации первого типа Жертву окутывает средний туман А после достижения второй стадии туман жертвы находится прямо перед носом В галлюцинациях начинается слышаться очень страшное и непонятное эхо В это же время клоны Клоны-дилки, которые будут атаковать жертву Это самая главная и опасная штука Я скажу так, что они будут наносить вам некий небольшой урон Но игнорить их не стоит И всячески отбиваться по возможности В случае, если клон вас укусит и пропадет сам Урон нанесется и будет постепенно вас убивать Старайтесь наносить по два укуса в голову жертве Либо по три укуса в тело Укусы в хвост жертвы не проходят Тем самым не будет вызывать яда и отравление у противника Также ваш противник, если вы нанесли ему ядовитое отравление Будет подсвечиваться, как в случае с троадоном Первая стадия он будет подсвечиваться синим цветом Вторая стадия фиолетовым Далее под лапкой у дилофазавра вы можете видеть три шкалы Собственно, после того, как вы отравили жертву Нажимайте правую кнопку мыши Вы будете вызывать фантомы Ну, надеюсь, что-то я объяснил Далее все в ваших руках Скоро сами сможете все попробовать Надеюсь, гайд понравился Остальное мы обязательно разберем вместе Всем хорошего выживания в The Isle of Rima Ставь палец вверх и подпишись на канал Не будь жмотиной Субтитры сделал DimaTorzok Далее подпишись на канал